Готовность к отопительному сезону, конкурс среди некоммерческих организаций и мониторинг рынка сельхозпродукции. С обсуждения этих вопросов началась рабочая неделя. На еженедельном совещании у главы республики побывала и наша съемочная группа. На дворе осень, температура в ночное время опускается все ниже, значит все коммунальные службы должны быть готовы к началу отопительного сезона. В целом готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилища коммунального хозяйства составляет более 99%. Во всех муниципальных образованиях основные виды работ завершены. В целом 54 дома у нас переводится инвентарное газовое отопление, в которых проживает более 2800 граждан. Это 1213 квартир. Половина многоквартирных домов практически уже перевод осуществлен. И оставшиеся часть многоквартирных домов планируется перевести до 15 октября и до конца октября. Кстати, уже с сегодняшнего дня начинается подача тепла в социальные объекты и жилые дома. Обеспечить город теплом глава администрации Чебоксар обещает до конца этой недели. От обсуждения отопления перешли к реализации социальных проектов. Вернее, к проведению конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления средств республиканского бюджета на реализацию социальных проектов. В текущем году также привлечены федеральные средства. Это порядка 17 миллионов рублей, которые будут разыграны на конкурсной основе. В текущем году было подано 65 заявок для участия в конкурсе. Предварительно это было больше. Мы отобрали те, которые действительно соответствуют конкурсным требованиям. Еще одной темой, обсуждаемой на планерке, стал мониторинг рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. О росте цен отчитался Владимир Аврелькин. В регионе ведется мониторинг с 9 августа. Тоже цен по 40 позициям. Это у нас участвуют почти 250 объектов торговли в республике. И ежедневно сводят вся информация и докладываются в Министерство промышленности торговли РФ. Цены остались стабильными. Это на массу сливочной, сметану, макаронные изделия. И выросли цены на мясо. Мясные продукты, свинину и кур охлажденный порядка 3%. На говядине 2%, колбасу вареную тоже 3%. Пол копченой, вареную колбасу порядка 1%. Яйца, сыры, твердые и творог жирный. Особо активно на еженедельной планерке обсуждался вопрос о отравлении курительными смесями. Вслед за Кировом, Ханты-Мансийском и Сургутом такие случаи зафиксированы и в Чувашии. К этой теме мы вернемся сразу после информационного выпуска. Подробности в программе по существу. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.